Так, ну что, давайте посмотрим второй ролик и... Коллеги, вот как мы сказали, мы останемся у нас до шести часов с вами время, терзайте нас в индивидуальном порядке, ладно? Давайте посмотрим, как нам действующее гражданское законодательство диктует. Лечащий врач объясняет пациенту его право на назначение лекарственного препарата по решению врачебной комиссии при наличии медицинских показаний, при наличии индивидуальной непереносимости или по жизненным показаниям. Врачебная комиссия принимает решение о назначении лекарственных препаратов, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи при наличии медицинских показаний, индивидуальная непереносимость по жизненным показаниям. Руководитель медицинской организации направляет в течение одного рабочего дня с даты подписания решения врачебной комиссии документы в Департамент здравоохранения. Решение врачебной комиссии оформляется в виде протокола, который содержит следующие сведения. Дату проведения заседания врачебной комиссии, список членов врачебной комиссии, присутствовавших на заседании, перечень обсуждаемых вопросов, решение врачебной комиссии и его обоснование. Секретарь врачебной комиссии вносит принятое решение в медицинскую документацию пациента, а также в журнал Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки пациенту или его законному представителю на основании письменного заявления Руководитель медицинской организации направляет в течение одного рабочего дня с даты подписания решения врачебной комиссии в департамент копию протокола врачебной комиссии медицинской организации с указанием наименования препарата, его дозировки, фасовки и формы выпуска согласно государственному реестру лекарственных средств, а также необходимых количеств на месяц и на курс лечения Организует на период проведения закупки лекарственных препаратов альтернативное лечение пациентов по медицинским показаниям В департаменте проверяют полноту представленных документов в течение трех рабочих дней с даты поступления документов от медицинской организации Также проверяется внесение соответствующей информации в медицинские документы пациента и в журнал врачебной комиссии медицинской организации Формируют аналитические справки по обоснованию начальной максимальной цены контракта в течение трех рабочих дней Осуществляют процедуру закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для индивидуального обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи По результатам закупки информируют руководителя медицинской организации о поступлении лекарственного препарата или изделия медицинского назначения Организуют обеспечение пациентов по рецептам, выписанным медицинским работникам в установленном Минздравом России порядке Вот такая идеальная ситуация, коллеги, диктуемая действующим законодательством Я предлагаю перейти ко второму ролику, коллеги, я говорю, все вопросы в индивидуальном порядке, у нас с вами будет достаточное времени Следующий ролик включите, пожалуйста, номер три Взрослая дочь, сопровождаемая матерью, обратилась в больницу за оказанием медицинской помощи В отделении ее осмотрели, поставили предварительный диагноз и выдали направление на УЗИ на платной основе По итогам УЗИ пациентке была назначена операция с применением эпидурального наркоза С пациенткой подписали согласие на медицинское вмешательство, но не подписали информированное добровольное согласие на проведение эпидуральной анестезии Результат операции оказался неудовлетворительным, а применение эпидурального наркоза привело к парализации обеих ног и нарушению функций тазовых органов По окончании лечения пациентке на руки был выдан выписной эпикриз с недостоверной информацией об объеме оперативного вмешательства Пациентке не разъяснили необходимость осуществления самоконтроля за динамикой своего состояния здоровья А также не рассказали о важности своевременного обращения за медицинской помощью при возникновении осложнений Позднее данная пациентка для исправления неудовлетворительных результатов первым ЛПУ обратилась в другую медицинскую организацию Вторая медицинская организация запросила данные у первого ЛПУ для подтверждения факта обращения пациента за медицинской помощью С требованием передать копии медицинской карты или выписки Целью запроса было выяснение обстоятельств для ответа на претензию пациента о ненадлежащем оказании медицинской помощи Первая ЛПУ предоставила эти данные Из-за неудовлетворительного ответа на претензию пациентка обратилась к юристам за правовой помощью Адвокат обратился во второе медицинское учреждение и предоставил нотариально заверенную доверенность В которой было отражено его право на получение копии медицинских документов для защиты интересов пациента в суде Врач предоставил копии медицинских документов адвокату, допустив таким образом разглашение врачебной тайны Через некоторое время пациентка умерла Ее мать не согласилась с действиями медиков обоих медицинских учреждений Представитель страховой компании, в которой была застрахована жизнь и здоровье умершей пациентки Потребовал предоставить копии медицинской документации в первом медицинском учреждении В требовании он указал, что при наступлении страхового случая смерти пациентки Должна быть предоставлена выписка из истории болезни В связи с чем страховой компании направлялись запросы в ЛПУ для передачи выписки из истории болезни Коллеги, ну здесь такая многоструктурная ситуация Да, я думаю, что сейчас мы все, мы ее разложим алгоритмично И все нам будет понятно Поэтому я предлагаю перейти сначала к презентации, а потом вопросы Коллеги, эта ситуация связана с нарушением в сфере документа оборота И я еще раз напоминаю, что это единственная практически доказательная база по делу Это и есть ваша правовая защита Я сейчас получаю вал дел по привлечению, изменился порядок внутреннего контроля Все, приказ, может быть, знаете, ушел для регистрации в Минюст О внутреннем контроле качества и безопасности руководитель вынужден будет Теперь принимать меры и представлять эти результаты в Росздравнадзор По нарушению требований, в том числе документа оборота В связи с чем мы получаем вал дел по обжалованию дисциплинарных взысканий Прежде всего, медицинский работник не понимает, а что не так За что его, хорошего врача, значит, привлекают к дисциплинарной ответственности Если он там неправильно оформляет какую-то бумажку Так это не какая-то бумажка, а очень важный правовой документ Вот, собственно говоря, здесь и были многочисленные нарушения Я, коллеги, первое Человек приходит для того, чтобы получить медицинскую помощь Первый вопрос, который возникает, входит это в программу государственных гарантий или нет И факт того, что вы это пациенту, пациентке рассказали Должен быть обязательно зафиксирован в медицинской документации Это очень важно Я приведу конкретное судебное решение Это к слову о том, что здесь была фиксация согласия пациента На приобретение медицинского изделия Обращается истец Как вы видите, травма и так далее Ее, значит, направили, как вы видите, в городскую клиническую больницу Это открытое дело, поэтому я привожу данные И лечий врач говорит Да, вот вам нужно сделать операцию Но импланты, у нас сейчас их таких нет Поэтому человек направляется Какой-то ИП приобретает самостоятельно Значит, приходит с этим имплантом медицинскую организацию Им кажется, что они все сделали грамотно Потому что они подписали согласие на установку импланта Они подписали согласие, что этот имплант может быть получен В рамках программы государственных гарантий Но человек согласен на приобретение Потому что это надо сейчас В данный момент, как лечащий врач пояснил Значит, нет соответствующего медицинского изделия Вот, человек все это получает И потом подает в суд И суд, естественно, рассматривая И вся документация предъявляется О том, что он дал согласие и так далее Но я еще раз говорю, коллеги, что суд рассматривает факт Возможности получения этого лечения В рамках территориальной программы госгарантий Эта возможность была Значит, медицинская организация Не предоставила информацию и доказательство того Что данное медицинское изделие В данный момент не было закуплено Значит, и почему И так далее Поэтому, видите, как суд определяет пациент В отношениях по оказанию медицинской помощи Является слабой стороной И поэтому его согласие на приобретение этого импланта Абсолютно не имеет здесь никакого правового значения Поэтому все он взыскал Плюс компенсация морального вреда Там была не очень большая, но все-таки была Это, к слову, о программе государственных гарантий Еще хочу привести один случай Пациентка приходит для того, чтобы получить медицинскую помощь В простую поликлинику И ей надо сделать УЗИ Она сама говорит Я хочу УЗИ на платной основе Я не хочу две недели ждать И так далее Соглашается Дальше, как удостоверить тот факт Что она знала Что она это может получить в рамках программы государственных гарантий Значит, договор не заключался, где должно быть это условие Медицинской документации врач это не фиксировала В основном по незнанию, коллеги Это такая правовая ошибка И потом в итоге Медицинская организация, поликлиника Получает проверку внеплановую Росздравнадзора, которая оштрафовала Поликлинику по 6.30 Это хит всех сезонов, как я шучу Нарушение правил информирования О программе государственных гарантий Потому что на стенде нет На сайте нет информации Медицинская документация не отражена Человек сам соглашается А потом вспоминает и хочет деньги вернуть Как вы понимаете Доказать нечем И здесь экспертиза Они получили еще иск О компенсации морального вреда Потому что пациент неправильно назначили лечение И иск удовлетворяется При полном отсутствии Лечебно-диагностических дефектов Оказания медицинской помощи Только на основании Результатов внеплановой проверки Росздравнадзора Потому что это в любом случае Некачественное оказание Медицинской помощи Потому что нарушено право пациента На получение информации О том, что эта помощь Должна быть Может быть получена В рамках программы Государственных гарантий А откровенно говоря Там сумма была небольшая 20 тысяч Плюс 10 тысяч штраф За нарушение закона О защите прав потребителя Ну плюс все судебные издержки Поэтому это первое упущение Когда человек не получает Информацию о том Что данная услуга Входит в программу Государственных гарантий Этот факт должен быть Обязательно зафиксирован В договоре Это прям условие В договоре Потому что любая услуга Недостаточно квитанции Которые ей там выдали На оплату этого УЗИ Должен быть договор В договоре этого условия не было И здесь очень показательно Вот такое письмо Министерства здравоохранения Которое должно Очутиться на стенде И на сайте Медицинской организации Это дополнительный аргумент Что медицинская организация Это требование выполняет В этом письме Очень доступно описана Вот эта вся информация По возможности получения Медицинской помощи В рамках программы Государственной гарантии Если этого нет Коллеги Возникают вот такие На мой взгляд Дела Которых быть не должно Это первое Это достаточно легко Устраняется Второе Коллеги Здесь пациентка подписала Согласие на медицинское вмешательство Но согласия на применение Именно эпидуральной анестезии Подписано не было Там не было подписи При этом форма была Это демонстрация конкретного случая Форма была А подпись врач Ну просто забыл У пациентки взять Да Не проконтролировал этот вопрос То есть нет конечно рефлекса Как вы понимаете У медицинского работника Чтобы еще задумываться О правильном оформлении документов Поэтому я еще раз напоминаю О том что Только на первичную Медико-санитарную помощь Может быть Одна форма оформлена При этом эта форма Зафиксирована В действующем законодательстве На все остальные виды Медицинских вмешательств Должна быть форма С перечнем Рисков И возможных последствий По данному виду Медицинского вмешательства Она не может быть обезличенной Мы постоянно проигрываем Небольшие суммы По искам о компенсации Морального вреда Без вообще Лечебно-диагностических дефектов Я вот хочу продемонстрировать Такое дело Иск Миллион рублей Вот Дочки Одного из пациентов Сделали Устранили дефект черепа И наступило Это не дефект Был А как бы Одно из последствий Перестала двигаться Левая бровь Но папа посчитал Что ребенка обезобразили Вот И подал иск О компенсации Морального вреда Значит Экспертиза была Удивительно положительная То есть не было никаких дефектов То есть да Наступили последствия Но от любого вида Медицинского вмешательства Могут наступить последствия Почему они этот иск Проиграли Тоже в небольшой сумме О компенсации Морального вреда Потому что Согласие на медицинское вмешательство Было безличное Там не было ни слова О возможном последствии Таком Вот И поэтому Суд посчитал Что есть нарушение Закона о защите Прав потребителей Папа говорит о том Что это не жизненно важная операция Если бы я знал Я бы не согласился На обезображивание Своего ребенка Вот И поэтому Вот это обезличенное Неправильно оформленное ЭДС Было Аргументом Для проигрыша В суде Поэтому коллеги Это здесь вопрос Только оптимизации Документа оборота Как таковое Значит Еще один случай Судебной практики Где судья Честно старалась Защитить Интересы Медицинской организации Это платная помощь Пациентка Не оплатила Услугу Там достаточно была Большая задолженность Многоступенчатая помощь Медицинская По имплантации Она говорит Платить не буду Медицинская организация В суд У нас есть договор Значит Мы хотим Эту сумму получить Так вот Они проиграли И еще заплатили Все судебные сдержки Она пришла С двумя адвокатами К слову Вот Только лишь потому Что суд посчитал Что медицинская организация Не сумела доказать Оказание Медицинских услуг На эту сумму Суд говорит Так договор Договор обезличенный Ничего там непонятно По нему То есть Какие именно Поэтапно Были оказаны Медицинские услуги На какую сумму Тогда суд говорит Где акт Выполненных работ Это возмездная услуга Нету Тогда Где 12 форм Информированных согласий Там нужно было Дополнительно Коллеги Вот Ну Как бы Это вот такая Медицинская помощь Нету Они говорят Дайте хотя бы План обследования Лечения Он был Но он не был Подписан Пациенткой Как вы думаете Имеет он Правовое значение Нет конечно Вот и все И медицинская организация Просто не доказала В гражданском Правовом смысле Факта Оказание этих услуг Поэтому Они здесь Приграли И как я сказала Еще и к тому же Все судебные Сдержки покрыли Ну и конечно Крайне обидно Коллеги Когда Отсутствие ИДС Является Основанием Для Вывода Контроля Надзорных органов О том что вы Осуществляете Деятельность С грубым нарушением Лицензионных требований Как здесь Заполненная Медицинская сестрой Нет подписи И так далее И штраф 150 тысяч рублей Люди говорят За что Побежали в суд Дошли до Верховного суда И естественно Проиграли Потому что Верховный суд Проанализировав Действующее законодательство Говорит Это критерий Качества медицинской помощи Вы не соблюдаете Порядок внутреннего контроля То есть у вас Не подписаны формы ИДС И неправильно Оформляется Медицинская документация Почему Это потому что Руководитель Не проводит Внутренний контроль Качества медицинской помощи А это один из критериев А внутренний контроль Качества Это грубое нарушение Лицензионных требований Поэтому естественно Это грубое нарушение Лицензионных требований Коллеги Следующий этап Если вы обратили внимание Следующий Такой дефектный момент Это выписной эпикриз Вы помните Что пациентка получила Выписной эпикриз С неполной информацией И это тоже основано На конкретном судебном решении Выписной эпикриз Теперь обязательно Это было В том числе и для меня Удивительным фактом Теперь мы Внутри медицинских организаций С которыми работаем Мы обращаем на это внимание В выписном эпикриз Не было ничего Никаких рекомендаций По дальнейшему лечению Вот Но в частности Здесь это не было отражено А вот это дело Касалось онкобольной Пациентки Которая Получила эпикриз Там не было никаких рекомендаций И когда наступили ухудшения Она говорит А мне ничего не сказали Я не знала Что оказывается Надо делать УЗИ Каждый месяц Контроль гормонов И так далее Человеку нельзя заставить Пойти Лечиться И когда она обратилась В суд с иском Что ее неправильно лечили И так далее То суд удовлетворил ее иск Но тоже там Не в полном объеме Сумма Не столь большая Но все-таки И говорит Как это так Пациент не обладает Никакой информацией Это единственный документ Который он получает На руки А там никаких рекомендаций По дальнейшему лечению И поэтому Выписной эпикриз Обязательно Я проанализировала Другие дела И обратила внимание Что это теперь Системный дефект Ведения медицинской документации Когда в Выписном эпикризе Нет рекомендаций По дальнейшему лечению Этим очень часто Частый дефект При оказании Стационарной помощи Поэтому коллегам Конечно Надо на это Обращать внимание Потому что Это является поводом Для удовлетворения иска Как в представленном ролике Следующий коллеги Момент Это когда Кто-то Получает Выписки Из медицинской документации Юрист Ли это пришел Адвокат С нотариально оформленной Доверенностью И так далее Здесь вопрос Сохранения врачебной тайны Как вы понимаете И у нас Действующее законодательство Четко вопрос этот регулирует То есть Выписки из медицинской документации Может получить Только сам пациент И его законный Представитель Законные представители Это только родители Усыновители Опекуны И попечители Которые назначаются судом Адвокат не является Законным представителем Он является просто Представителем И поэтому Здесь было Нарушение в чем Ему должны были Объяснить Что Он может получить Эту документацию Копии Только от самого пациента Это пациент Пишет письменный запрос Получает копии Медицинской документации Передает кому угодно Хоть на Красную площадь Выходит И говорит О том Что с ним Потому что Это очень часто Является поводом В том числе Для мошенничеств В сфере Привлечения К ответственности За нарушение Врачебной тайны Да Значит Коллеги Следующий момент Который был Отражен В ролике Это вообще Присутствие Кого-либо На приеме Тут Мы не знаем Мы можем только Гадать О том Что было бы Подписано Согласие На разглашение Ситуация Видите У одной организации Выиграл иск Могут обменяться Объясняем Дали письменный отказ И так далее А потом обратились Вынуждены были Из его некорректного поведения Обратиться просто В коллегию Которую он Был прикреплен И его лишили статуса адвоката Потому что Он нарушил порядок Получения информации Ограниченного доступа Если он не имеет права На нотариальной доверенности Получить эту информацию Значит Он ее должен получить Законным способом А он ее получил Незаконным способом Нет такого исключения Адвокаты не поименованы В качестве исключения Когда можно разглашать Врачебную тайну Поэтому Это тоже конечно Нарушение Я привела в том числе Дело По обращению адвоката Психиатрическую клиническую больницу Медицинская организация отказала Он побежал в суд Проиграл Вот по собственно говоря Этому аргументу И следующий момент Который был отражен в ролике Это получение информации Страховой компании Сейчас часто люди Все-таки Ну в том числе Оформляют кредиты Да И в случае наступления Страхового случая Нужно подтверждение Страховой компании Что Ну Сведения Которые составляют Врачебную тайну И очень часто Страховые компании Обращаются Медицинскую организацию С требованием Предоставить Да Информацию Там Чем человек болел От чего умер Ну то есть Врачебную тайну Составляющую Значит по формальному признаку Нет такого исключения Коллеги У нас в 13 статье Пункте 4 Исчерпывающий Перечень исключений Когда можно Предоставлять информацию Без согласия Пациента Его законного представителя Страховые Представители Страховых компаний Там не поименованы Поэтому по формальному признаку Как в этом деле Медицинская организация Может отказать Вот Только по запросу Тогда суда Единственный момент Вот И в целом Откровенно говоря Анализ судебных решений Показывает Что такой отказ Правомерен Потому что Это не является Исключением Здесь же Медицинская организация Как вы видели Предоставила информацию Представителю Страховой компании Которая составляет Врачебную тайну Поэтому Это еще Одно нарушение Которое Было представлено В ролике Ну и такая же История Коллеги По запросам Прокуратуры Когда прокуратура Очень часто Требует Предоставления Информации По неопределенному Кругу лиц То в целом Даже то Письмо Минздрава Которое было Еще Носило Разъясняющий Характер В 2013 году Поясняет Что когда прокуратура Требует Она имеет на это Право Но когда по неопределенному Кругу лиц То медицинская Организация Должна Отказывать Потому что Здесь Это невозможно Если не указано Конкретное лицо Или лица И так далее Обо всех Кто состоит На учете И так далее То это Неправомерно Требуйте Через суд Тогда это будет Правомерно Но судебная практика Конечно Поддерживает Позицию прокуратуры Хотя в целом Это исходит Из того Судебного случая Когда Пациент Лечился От алкоголизма И в рамках Предоставленной информации Его лишают водительских прав Хотя не было никаких Нарушений Ну понятно Как вы думаете Трудно было ему догадаться Откуда эта информация Поступила В этот орган Который лишил его Водительских прав И он их замучил Естественно И выиграл иск О компенсации Морального вреда Но там не очень большой За разглашение Врачебной тайны Потому что здесь Еще нарушение закона О персональных данных По неопределенному Кругу лиц И так далее Вот Поэтому коллеги Это такая дополнительная Особенность По тем исключениям Когда все-таки Врачебную тайну Можно Разглашать Ну и последнее Это очень частая ситуация Фото и видеосъемка Медицинской организации Значит Является это В качестве доказательства По делу или нет Но весь анализ Судебной практики Показывает Что в целом Это вообще Правомерно С обеих сторон Откровенно говоря Потому что Это не является Разглашением Врачебной тайны Пациент Это действует Правомерно Потому что Если не задействованы Никакие третьи лица А только правоотношения Зафиксированы Между ним И Врачом Медицинскими работниками Тогда это Ничьи права Не нарушают Здесь Он нигде Это не выкладывает Там Соцсети И так далее Не портит До того момента Пока он не порочит Честь, достоинство, деловую репутацию Медицинской организации А только Это предъявляет В качестве доказательства По своему Конкретному По своей конкретной ситуации То это нормально Точно так же Как и С другой стороны Что в целом Достаточно графического изображения Роскомнадзор Это разъяснил И медицинская организация Тоже имеет право Осуществлять И видео И аудиозапись Приема Более того Видите позиции Территориальных органов Роскомнадзора Что это является Элементом Внутреннего контроля Качества И такая есть Рекомендация Настоятельная Чтобы запись Велась И это конечно Является Тоже Составляет Доказательную базу Да Коллеги Переходим К вопросу По этому блоку Угу Подскажите пожалуйста Если делается запрос Страховой компании В той ситуации Когда пациент умер И родственники Пытаются получить выплаты По каким-то страховкам Допустим Как быть нам Можем ли мы давать Эту информацию Значит коллеги Здесь знаете Какой формальный признак Я сама Несколько раз Так откровенно говоря Выдавала Когда у меня Не было сомнений В том Что это пациент Ведь представитель Страховой компании Не просто так делает запрос Он предъявляет документ В котором четко указано Что я там Разрешаю Получать доступ Да Представителям Страховой компании И так далее Но знаете Вот почему я Продемонстрировала Это судебное решение По формальному признаку Отказ медицинской организации В предоставлении этой информации Правомерен Потому что суды Исходят из какого факта Это правоотношение Между медицинской организацией И пациентом Пациент в согласии На разглашение Врачебной тайны А? Пациент В согласии На разглашение Врачебной тайны Что нонсенс Не указал Никакого представителя Страховой компании Согласны То есть документ Который удостоверяет Правомерность Разглашения Врачебной тайны Это согласие На разглашение Врачебной тайны В том числе После его смерти Да Вот это важно Да Обязательно было Конечно В том числе После смерти Это обязательный факт Потому что Врачебная тайна охраняется, было уже определение Конституционного суда на этот счет достаточно давно. Если нет этой фразы, то тогда никто не получит, если нет исключения, эту информацию после смерти пациента. И люди доходят до аж Конституционного суда, оспаривая эту норму. И по юридическому факту такой отказ правомерен. То есть только через суд. Жалко родственников, потому что страховая компания тогда не принимает это в качестве страхового случая. И фактически каждому пациенту не объяснишь, что ваша жизнь там не застрахована, вы не брали кредит, вы тогда нам в согласии на разглашение врачебной тайны укажите, представитель страховой компании, а то если вы умрете, то тогда никто не получит никакую информацию. Это, конечно, звучит как анекдот, но это факт юридический. Потому что такого вообще надо отказывать. Я сейчас, коллеги, чтобы не было никаких претензий к медицинской организации, отказываю. Через суд они получают эту информацию. Добрый день. Позвольте, может быть, два вопроса все-таки задать в продолжении первого вопроса по поводу страховых компаний. Иногда в нашей практике сотрудники страховой компании запрашивают документы от предыдущей госпитализации для того, чтобы решить вопрос о последующем лечении, последующей госпитализации. Является ли предоставление медицинской документации от первой госпитализации сотрудникам страховой компании разглашением? И могут ли в этом смысле возникнуть какие-то юридические проблемы? Это первый вопрос. И второй вопрос немножко может быть неожиданный, но тем не менее позвольте его задать. Вот как было в ролике. Доктор, здравствуйте. Вот пришли на прием. Имеет ли право доктор в плановой ситуации отказать в приеме, отказать в лечении? Или по-другому сформулирую вопрос, ну, ситуацию, подступает пациентка в стационарное отделение? И изъявляет желание, которое выражает заведующему отделение, что я хочу, чтобы моим лечащим врачом был доктор Сидоров. На что доктор Сидоров говорит, а я вот как бы вот в рамках даже своей работы, но не хочу эту пациентку конкретно лечить. Имеет ли он на это право или нет? Спасибо. Да, коллеги, давайте поэтапно. Вот смотрите, без согласия пациента представители страховой компании не могут получить эту информацию. Вот отвечая на первый ваш вопрос. Да, это будет неправомерно, что тут сделаешь? Все. Это не является исключением. Мы действуем в рамках вот тех исключений, которые есть в 13-й статье. По второму вопросу человек приходит на прием, значит, и хочет выбрать лечащего врача. У человека есть право на выбор врача лечащего, но в 21-й статье 323-го закона есть волшебная фраза с учетом согласия врача. Все. Которая? Да. Да, это значит... Конечно. Следующим образом, если невозможно пойти на встречу, это сейчас, как знаете, это 21-я статья было определение Верховного суда, которое вообще свело на нет эту 21-ю статью, когда человек бился через суд, добивался прикрепления конкретной медицинской организации. У него же есть выбор? Раз в год. Вот, он требовал. На что Верховный суд проанализировал, говорит, а там полна коробочка, я извиняюсь, поэтому прикрепить нельзя без ухудшения качества обслуживания другого контингента, поэтому отказ правомерен. Значит, если у вас пациент, он, во-первых, есть приказ, прям, который отдельно описывает порядок действий руководителя по выбору лечащего врача. Значит, если это невозможно, реализовать это право, то тогда надо письменно давать отказ с аргументацией, что врач не согласен, приводить пример, прям часть первой статьи 21, там это четко сказано. Ну, в общем, в целом, это должно содержание этого отказа, что вы не можете реализовать это право законно, потому что нет согласия другого врача. Он может отказаться в связи с тем. Или я часто делаю со ссылкой на трудовое законодательство, потому что нельзя врача заставить работать, извините меня, сверх того, чего он уже работает. Это грубое нарушение трудового законодательства. Поэтому со ссылкой, что мы хотели бы вам помочь, но, к сожалению, и аргументируем, да, почему. Поэтому вот, в частности, это право очень редко возможно реализовать, но в государственной клинике, а частные просто идут навстречу, ну, по понятным причинам. Скажите, пожалуйста, а насколько правомерно вот аудио-видео фиксация, запись медицинских работников без их согласия, без предупреждения, и как суд потом рассматривает вот эти доказательства? Коллеги, я уже вот отметила, это, к сожалению, факт, и тут я не могу же вас вводить в заблуждение, что у нас сейчас вот было дело одно, когда, значит, понимаете, использование, с одной стороны, есть запрет на использование изображения человека без его согласия, но надо обращать внимание не на исключение. Если это в публичных целях, а эта цель такая именно публичная, для защиты только своих интересов, то суд признает это правомерным. То есть это является прям железной доказательной базой, иногда единственной, что плохо. Вот, когда пациент записывает, в общем, ситуация следующая, если пациент ведет аудио-видеозапись, и она не вызывает никаких сомнений, я очень часто ходатайствую, чтобы это не было допустимым доказательством, потому что мы дополнительные и так далее. То есть, ну, как удостоверить, что это вот они разговаривают, да, это как дополнительный аргумент. А так, в целом, это является доказательством по делу, это предполагает, кстати, Гражданско-портуциальный уголовно-портуциальный кодекс, который описывает, что является доказательством по делу, если не затронуты интересы третьих лиц. И суд приходит к выводу, у человека отбирали этот телефон, значит, потом ему возместили стоимость этого телефона и так далее, потому что суд пришел к выводу о том, что здесь он только свои интересы соблюдал. Был он и медицинские работники. Почему его там начали буквально отбирать у него телефон, это правомерно. Сослались на 151 статью гражданского кодекса, на закон о персональных данных здесь нарушений не было. И поэтому, к сожалению, коллеги, почему я так к документу оборота трепетно отношусь, это иногда является единственным доказательством по делу. Точно так же, как врач может включить свой гаджет и записывать, потому что из контекста же часто записывают и так далее. Насколько суд пойдет навстречу и посчитает это относимым к доказательствам, это зависит от конкретного дела. Здесь ничего не скажешь. Иногда наше ходатайство вообще в зависимости от позиции судей, но в целом здесь такого нарушения нет прямого императивного запрета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok